Друзья, всем привет! Сегодня 11.11 и эта дата за последние 5 лет закрепилась как дата больших распродаж везде, где только можно. Причем, на мой взгляд, распродажа 11.11 за последнее время стала куда более весома, чем те же какие-нибудь рождественские, новогодние распродажи или какие-то распродажи по тематическим праздникам. И виной такой популярности распродажи в России, на мой взгляд, является международный огромный маркетплейс, который называется Алиэкспресс. А уже потом, после него, подтянулись такие большие отечественные гиганты, как Озон, Вайлберес и Яндекс.Маркет. Я думаю, уже сейчас ни для кого не секрет, что именно маркетплейсы являются законодателями торговой моды, нежели чем это какие-нибудь там гипермаркеты, бренды или сетевые магазины, как это было несколькими годами ранее. И сегодня я вам дам выжимку актуальных предложений по велосипедам на большом маркетплейсе под названием Озон. И это не просто так я выбрал именно Озон, а по следующим причинам. На Озон на текущий момент самая большая представленность среди всех велосипедных игроков, которые участвуют на российском рынке. Из велосипедных брендов очень хорошо на Озоне представлены такие бренды, как Stinger или тот же Rush Hour. Когда из больших сетевых магазинов можно отметить в принципе три самых больших, то есть это Велострана, Велосклад и ProBike. Но и маленькие магазины тоже представлены на Озоне, то есть вы им легко можете заметить товары того же Дабл Спортса на Озоне. На других маркетплейсах, такие как Wildberries или Яндекс.Маркет, такой представленности в велосипедной категории тупо нет по определенным причинам, которые мы с вами сегодня не будем затрагивать. Они очень специфичные. Второй причиной является то, что Озон берет на себя часть скидок, которые предоставляются конечным клиентам. То есть вы наверняка видели, у многих товаров есть по сути две цены, неважно покупали ли вы велосипеды или нет. Одна из цен является распродажной, которая ставится самим продавцом, а вторая цена является Озоновской, то есть купите по Озон-карте. И вот разница между этими двумя ценами берет на себя Озон, то есть они также участвуют в скидочных предложениях. Третьей причиной является то, что Озон очень агрессивен с точки зрения рекламы, когда мы говорим про распродажи. Даже несмотря на то, что Яндекс имеет свою огромную поисковую площадку, Озон просто лезет изо всех щелей. То есть они супер агрессивны с точки зрения рекламы, создавая всякие там ролики с Дмитрием Маликовым, с Полиной Гагариной, ну то есть сами понимаете. Они относятся к этому серьезно. Это показывает не то, что они хорошо умеют тратить деньги, да, безусловно они это умеют, а то, что они будут требовать от всех участников процесса максимальный результат. Поэтому Озон давит на каждый магазин, чтобы они давали самые большие скидки. То есть там иногда магазин задумывается, а не продаем ли мы во время распродажи товар в минус, потому что Озон просто, ну какие-то нереальные условия ставит по распродажам. И да, кстати, некоторые из вас скажут, а почему ты вообще разбираешь тот же Озон, когда стоит разбирать первоисточник, то есть тот же Алиэкспресс, на котором предложения могут быть даже более интересными. И по аксессуарам я с вами соглашусь, потому что в России пока по аксессуарам брендов не так уж и много. Хотя надо признаться, то что на Алиэкспрессе их тоже не так уж и много тех брендов, которые участвуют в этой самой распродаже. Безусловно, надо отметить бренд под названием Rock Bros, который я достаточно часто советую на Алиэкспрессе, который предлагает просто суперские фонари по своим ценам, перчатки, сумки и так далее. Это очень крутой бренд, и обратите на него внимание. Но вот в остальном, я честно на Алике не увидел каких-то там потрясающих предложений, а вот на Озоне таких предложений просто завались, особенно когда мы говорим про велосипеды. Поэтому переходим с вами именно к велам, и начнем мы с бюджетного сегмента, и здесь есть из чего выбирать. Например, мы сначала пройдемся по известным китайцам, и давайте поговорим про такой бренд как Trings, который является очень большим производителем велосипедов, и сейчас во время распродажи на них просто потрясающие цены. Ну то есть да, речь идет по сути только лишь про бюджетный сегмент, то есть это бюджетные горные велосипеды и так далее, которые стоят около 20 тысяч рублей, но есть также и предложения по гравийным велосипедам бюджетного сегмента, которые идут на алюминиевой раме, на стальной вилке. Да, это конечно странно, но тем не менее. И такой велосипед будет стоить 30 тысяч рублей. Примерно такая же история у еще одного китайского бренда, который называется TimeTry, про которого мы еще обзор отдельный не делали, хотя надо бы. Это чуть ли не самые бюджетные велосипеды, которые на сегодняшний момент существуют на российском рынке, то есть иногда предложения настолько поразительные, что они даже ниже, чем Stealth или Forward. И вот представьте, сейчас во время распродажи горный велосипед на алюминиевой раме TimeTry можно купить примерно за 13 тысяч рублей. И при всем при этом, если вы живете в Москве, вам этот велосипед еще и за час доставят, ну то есть какие-то невероятные условия, я на самом деле не понимаю, какой же там вообще экономический эффект от продажи этих самых велосипедов, даже несмотря на то, что комплектующие у данных байков просто самые простые. Ну а ставим мы TimeTry и перейдем к бюджетным российским брендам. И начну я с известного сибирского бренда под названием Rush Hour, который на самом деле на Озоне представлен чуть ли не круче всех, если мы берем разбивку как и по брендам, так и по магазинам. Здесь уже будут предложения по алюминиевым горным велосипедам стоимостью 15 тысяч рублей, то есть буквально 2 тысячи дороже, чем тот же TimeTry, но всегда держите в голове, что тут вы хотя бы имеете поддержку в России, что когда вы покупаете велосипед, вы знаете, кому обратиться по гарантии и так далее, поэтому если вы выбираете между TimeTry и Rush Hour, я бы лучше выбирал именно Rush Hour. Да и количество обкатанных велосипедов Rush Hour существенно выше, чем тех же TimeTry, и об этом говорят те же отзывы на Озоне, то есть, например, на самую бюджетную алюминиевую модель около 450 отзывов, и это на самом деле просто огромное значение. Ну и надо сказать, что один из самых крупных игроков в России, а именно сеть магазинов Велострана, тоже не упустили эту распродажу с точки зрения бюджетных российских брендов на Озоне, а именно речь идет про такие бренды, как Stealth и Stark. И если со Stealth все плюс-минус понятно, то есть это, ну, такие хорошие бюджетные велосипеды за свои деньги, то Stark в этом сезоне, на мой взгляд, достаточно серьезно прокачали с точки зрения конечной покраски. То есть я много раз видел в магазинах в этом сезоне именно бюджетные и средние бюджетные велосипеды от Stark, и они меня прям вот приковывали вниманием, то есть реально велосипеды выглядели куда лучше, чем раньше. И на текущий момент во время распродажи можно увидеть бюджетный алюминиевый Stark стоимостью около 17 тысяч рублей, что, на мой взгляд, тоже является вполне себе нормальной ценой. Ну и, конечно, если вы будете смотреть другие предложения от той же велостороны, нельзя упустить также и родненький аспект. Правда, мне, наверное, по языку надо ударить, какой же он родненький. Это такой серьезный немецкий бренд. Помимо всего прочего, не стоит обходить стороной также и калининградский бренд Stinger, который производит не только велосипеды, но и огромный ассортимент аксессуарики под названием STG. На самом деле, если по Stinger все плюс-минус так же, как и у того же Stark с точки зрения предложений по распродаже, то вот с STG совершенно другая история, потому что подобных предложений, которые дает STG, в России, на самом деле, не так уж и много. Я лично реально пользуюсь аксессуарами STG, и на самом деле их флягодержатели я просто обожаю. И когда я пришел в этом сезоне в очередной раз купить флягодержатели STG, мне сказали, а что-то они все закончились, их всех проскупали, потому что, ну, народу действительно нравится. Поэтому пошерстить в официальном магазине Stinger на том же Озоне наверняка что-то можете найти и для себя. По среднему сегменту можно легко отметить несколько брендов, хотя они все из разной корзины, но при этом крутятся вокруг одной ценовой категории. Сначала надо отметить главного конкурента велостраны, а именно сеть магазинов Велосклад, которые решили распродать все велосипеды Merida 2023-2022 годов выпуска. Да, вы сейчас закономерно скажете, что это не совсем Merida, это уже какой-то Frankenstein полукитайский, и я, в принципе, с вами соглашусь, но поверьте, там есть интересное предложение. Я бы хотел обратить ваше внимание не на традиционные модели, такие как Big 9 или Big 7, а, например, на гибридную модель Crossway, которая есть как и в 22-м, так и в 23-м модельном ряду. Причем там есть также и модельки с женской рамой, а также комплектация Urban, которая идет жесткой вилкой, ну, то есть это реально интересные велосипеды. И Crossway сейчас на зоне от велосклада можно купить за 26-35 тысяч рублей, что вполне себе четкая стоимость, за Merida, которую мы все с вами любим. Ну, а есть еще один российский, ах, нет, я опять ошибся, он, конечно же, австрийский бренд, который называется Welt, который представляет сеть магазинов под названием Kant. И на Welt сейчас тоже идут хорошие скидки, и можно отметить, например, такую модельку, которая называется Rich, то есть это самый простой алюминиевый горный Hardtail, который стоит сейчас на зоне 18 тысяч рублей. И даже есть несколько прогрессивных фитнес-моделей, которые называются Rockfall, которые идут тоже по скидочным стоимостям, но, правда, я бы не сказал, что это какие-то феноменальные предложения с точки зрения цены-качества. Отдельно хочу отметить также и американский бренд под названием Hara, который в этом сезоне нас приятно радует как и наличием, так и ценами на российском рынке. И именно в эту распродажу сразу два больших магазина, а именно Велострана и ProBike делают отдельный акцент на распродажу именно этих американских велосипедов. Причем я бы не обращал ваше внимание на обычные горные велосипеды Hara, потому что, ну, они такие, ну, не суперкрутые по своим ценам, когда мы говорим про распродажу. А я бы обратил ваше внимание на какие-то нишевые категории, такие как женские велосипеды, городские, а также BMX. Ну, то есть базовый BM от того же Hara сейчас можно купить на озоне за 17-18 тысяч рублей, и это, на самом деле, потрясающая цена. Подобрались мы с вами чуть ли не к самому сладкому, а именно к отечественному бренду Atom. И да, кстати, надо бы проверить, отечественный ли он или нет. И, насколько я помню, да, он отечественный, потому что у него на раме красуется знаменитая фраза «Developed in Moscow». Но, тем не менее. Так вот, Atom в этом сезоне возродился из пепла, потому что ему кровь из носу, надо делать какие-то крутые велосипеды взамен ушедшие мериды. Потому что я вам напомню, что Atom принадлежит той самой компании, которая занималась меридой все последние 20 лет. И именно поэтому появились в этом сезоне классные гравинники от бренда Atom, которые называются Tundra в комплектациях X10, а также X11. Если вкратце, то это гравинники, которые идут на сквозных осях с карбоновой вилкой, с вполне себе хорошими комплектующими. И, на самом деле, стоят не так уж и дорого. Ну, а если сейчас посмотреть на комплектацию Atom Tundra X11, которая идет, еще раз, на карбоновой вилке, на трансмиссии MicroShift XLE, на системе с полой осью, и мы обнаружим с вами то, что этот велосипед сейчас стоит 65 тысяч рублей. И это, друзья, на мой взгляд, просто фантастика. И если вы себе хотели какой-то бюджетный гравинник, то именно Atom Tundra X11, это просто шикарнейший вариант, не упустите этой возможности. Да, кстати, и ссылки на все велосипеды, отдельные магазины, там, категории и так далее, я обязательно оставлю в самом низу в описании к этому ролику. Почему в самом низу? Потому что ссылок будет много, поэтому ищите в описании. Но и на этом все сюрпризы не заканчиваются, потому что у нас есть на очереди такой китайский велосипедный бренд под названием Twitter, который в последнее время тоже неплохо представлен на озоне. И Twitter специализируется на бюджетных карбоновых велосипедах. И бюджетных это не то слово. Потому что сейчас, во время распродаж, вы можете себе купить карбоновый шоссер или гравинник за 50-60 тысяч рублей. И даже несмотря на то, что там комплектующие, достаточно базового уровня, когда мы говорим про такой ценник, но тем не менее, я не понимаю ценообразование Twitter, как они вообще могут позволить себе делать такие цены. Но тем не менее, друзья, не забывайте, что есть нарекания по качеству, когда мы говорим про Twitter, поэтому относитесь к покупкам этого самого бренда с вниманием, а также с осторожностью. В заключении стоит отметить несколько детских предложений, потому что детский велосипедный рынок всегда достаточно сильно отличается от взрослого. Да, безусловно, на озоне всегда есть скидки на самые простые детские велосипеды. Но когда мы говорим про более или менее адекватные бренды, то скидок практически не бывает. Именно во время этой распродажи образовалась ситуация, когда на два достаточно серьезных и премиальных бренда есть скидки. Первый из них это Lissapet, который знаменит достаточно высоким ценникам. И на мой взгляд, это все то же самое, что и Schultz, просто выглядит немножко посовременней. Так вот, сейчас Lissapet можно купить где-то примерно со скидками 20-25%, что бывает с ними крайне редко. А вот второй бренд, который называется Jet Cat, про который я достаточно мало говорил на своем канале, на самом деле просто поражает, когда мы смотрим на комплектации. В общем, это можно назвать профессиональным детским велосипедом, который зачастую идет на том же ременном приводе, что вообще бывает даже редко на взрослых байках. И вот как раз таки Jet Cat на 20-24 колесах сейчас можно купить на озоне за 37-40 тысяч рублей на том же ременном приводе. Это на самом деле суперская цена. И эти два бренда это именно для тех, кто хочет себе премиальный детский велосипед. Хотя, на мой взгляд, есть два других бренда, которые предоставляют одно из лучших соотношений цена-качество, когда мы говорим про детские байки. Это, конечно же, Schultz и Bruno. Но на них скидок нет, и на моей памяти на детские байки от этих брендов никогда скидок и не было. И, друзья, вот такую вот я вам сделал подборку на этой распродаже 11.11 на Озоне. Я считаю, что тут можно выбрать на любой кошелек. Ну, а если вы ищете предложение во время этой распродажи по среднему или, например, по топовому сегментам, то я вам рекомендую все же обратиться в специализированные магазины, потому что байки там за 300 тысяч рублей не представлены на Озоне. Надеюсь, я вам подсказал вектор исследования во время этой самой распродажи 11.11. Поэтому, друзья, пишите в комментариях, если я какое-то предложение упустил на Озоне, наверняка другим людям будет интересно. И, друзья, с вами был Спортруппер, и всем пока!